Быть сквер у семьи Аксаковых или не быть решали жители на общественных слушаниях в доме архитектора. Было представлено два проекта от технического университета и архитектурного бюро. До этого горожане через интернет уже выбрали место, где установят скульптуру «Аленький цветочек» на углу Фрунзе и Красноармейской. Споров не возникло 80% за то место, где стоял дом Аксаковых. А вот насчет того, как должен выглядеть сквер, возникли вопросы. Видно вот эта растительная зона, которая сохранит покой жителей. И совершенно минимализм. Может быть здесь, я не знаю, вы специалисты. Но очень милая вот эта и скульптура очень хорошо вписана. Эта решенка рифмуется с особняком Курлиной, с воротами. Почему мы этот проект не задаем? Один из предложенных проектов предполагает, что в центре сквера будет небольшая площадка из плиточной мозаики. С памятником семьи Аксаковых и несколько скамеек вокруг. Остальную территорию займут деревья и кустарники. Альтернатива – трехкаскадная стилизованная площадка. Разбросаны 30 страниц с текстом известной во всем мире сказки «Аленький цветочек». Ночи они будут подсвечиваться лампочками. Книгу написал в 19 веке Сергей Аксаков, отец самарского губернатора, для своей внучки, именно во дворе своего дома. Памятник, где увековечит все семейство, тоже займет достойное место. Оба проекта довольно интересные, но я считаю, что проект должен быть выбран тот, который бы устроил не только эстетически, не только принципиально и Аксаковский комитет, и жителей города. Но чтобы и жители этого дома, фронт 161, были удовлетворены, чтобы это не помешало их спокойствию. Семейство Аксаковых знаменито не только сказкой. При губернаторе Григории Аксаковой в городе появилась больница на Полевой, и сейчас она носит имя Пирогова. Построили гимназию и училище. Открылся телеграф и железная дорога до Оренбурга. И проголосовали жители за размещение данного памятника на углу улиц Фрунзе и Красноармейской. И красивое его обрамление. То есть создание уникальной среды, благоустроенной для жителей города. И мы рассчитываем на то, что это место станет визитной карточкой города, любимым местом горожан. По замыслу авторов двух проектов сквера он будет называться «Аленький цветочек». На первом этапе выбирали один из двух проектов. Дальше голосование. Если самарцы проголосуют за, то новое место отдыха появится уже в этом году. Его сделают на деньги федерального проекта «Комфортная городская среда». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.